Начинаю с этой фотки. Вот именно эта фотка Билли Айлиш побудила меня записать это видео. Точнее не фотка, а реакция людей на эту фотографию. Дай я предскажу, это типа что-то типа оскорбляет, ебать и увеличилось. Давайте для тех, кто не знает, это музыкант. В общем, она занимается музыкой, одна из самых популярных в мире на данный момент. И вот в своих клипах до этого она была довольно худого телосложения. И, собственно, видите фотку, что с ней случилось сейчас. Кстати, она всегда носила такую широкую одежду, поэтому с точностью сказать, что она прям везде худая нельзя. Но даже по лицу видно, что раньше было лучше. И трава зеленее, и снег был белее, да? Что за животное? Ох уж эти славянские комментаторы. Возьму небольшой пример. Множество раз наблюдал такую ситуацию, когда на одну и ту же картинку, выложенную в разных сообществах, реакция абсолютно разная. О чем я говорю? Реакция русскоговорящих людей на выложенную полуголую женщину, которая демонстрирует то, что она, собственно, там в зале-то натренировала, выглядит примерно подобным образом. И подобные же комментарии на подобную картинку, там, где то же самое происходит на экране, от англоязычных и ино-всяких испаноязычных и прочих пользователей. Абсолютная зависть, закрепещенность и неодобрение со стороны людей русскоязычных и абсолютно другая ситуация со стороны англоязычных. Я бы мог сказать, скрепы, культура и прочее, но какая это бескультурщина. Это просто быдлизм, я не знаю. Это наша действительность. Вот что я здесь могу сказать. Все, что у тебя нет обосли, если богатый, то вор, если бедный, то нищеброд, короче, не угодишь никому и никогда. Поэтому угождать русскоязычному сообществу, даже само русскоязычное сообщество особо не пытается. Допустим, YouTube. Что-то там вот эти всякие комнадзоры пытаются что-то там сказать, вот это заблокирую, то заблокирую, законопроекты принимаются, все запретим, все уберем. Как это так люди неугодную информацию-то смотрят? А в результате что выходит? Роскомнадзор направляет запрос, его игнорирует YouTube. Роскомнадзор направляет запрос, его игнорирует Facebook. Его игнорируют вообще все, потому что всем плевать. Запретишь в России? Запрещай. Себе ж хуже сделаешь. Потому что YouTube это Google, отдельно его заблокировать от Google нельзя. Ваши телефоны вдруг резко превратятся в дорогие калькуляторы, и все. Так вот они все это знают, учитывают риски, смотрят, что они там потеряют, если их там запретят. И вот так вот. Это не Китай, который второй рынок в мире. Это там СНГ вот это. Я считаю, что вот эта фотография Билли Айлиш просто офигительная. Она на ней выглядит максимально горячо, и ей вообще плевать на мнение окружающих. И именно поэтому многие люди так злятся. Я не спорю, что англоязычные комментарии есть, которые будут поливать дерьмо. Везде дерьмо находится, в любой стране, в любом языке, в любой культуре. Но я уверен, что вот в западном контингенте, там где, собственно, для кого Билли Айлиш и делает свою музыку, то есть она это делает для англоязычных. Они вот так поголовно не будут вот это вот орать, вот такие комментарии выставлять. Что касается, собственно, моего мнения, вот сейчас вот я показываю то, что я бы считал реально офигительным. Это когда женщина занимается физическими нагрузками и в раздетом виде не похожа на холодец. Но опять-таки у всех, конечно, вкусы разные. Просто мы не должны рассматривать Билли Айлиш в сексуальном плане. Потому что какая разница, как она там выглядит, раздета или одета, и вообще как она выглядит, если мы слушаем ее музыку. Она же не фитнес-модель, она не обязана выглядеть там каким-то определенным образом. Ну и раз уж мы заговорили про красоту тела, то существуют специальные препараты, которые помогают накачать тебе те самые банки, которые ты хочешь, если ты их хочешь. И купить ты их можешь, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Те, кто меня смотрят, давным-давно знают, много лет работаю с паркерами, они никогда не кидают. И даже когда у них ворует государство товар, собственно, ну вот вы понимаете, это ж черный подпольный рынок, даже тогда люди не теряют свои деньги от заказа, они все равно отправляют просто уже с опозданием, когда новая партия им приходит. Поэтому ссылка в описании, это информационный сайт, чтобы попасть конкретно в магазин, там надо будет нажать кнопочку самую большую, там на центре экрана перейти на сайт и попадешь на магазин, и там уже можешь заказывать, покупать, консультации получать и все прочее. Едем дальше. Они видят человека, который выглядит вот просто по-обычному. Обычная девушка, которая идет в магазин. В том-то и дело, ты ожидаешь от человека подобного уровня чего-то необычного. Он не должен выглядеть, как мы все, потому что это представитель элиты, причем элит медийных. То есть человек занимается тем, что развлекает людей, делает какой-то контент. А ожидание у толпы сразу к таким людям, что они выше обычного человека, они не могут выглядеть плохо. Там, я не знаю, срать там не могут. И по земле они не ходят, и грязь к их ногам не прилетает. Это просто ожидание, это обманутые ожидания, вот и все. Это как все ожидали от киберпанка следующего ведьмака, а не вышло. И засирают игру, потому что, а игра-то хорошая. Она гораздо лучше вообще всего того, что вышла в этот год, в прошлый и позапрошлый. Но на фоне ведьмака игра не такая уж и хорошая. Ожидание, реальность. Это все бодишейминг. Все эти замечания и осуждения сделаны намеренно, чтобы пристыдить человека и, возможно, возвысить себя. Все мы занимаемся этим, это, я бы не, так не сказал бы, что это бодишейминг. Это вообще, в принципе, большое понятие, когда ты что-то там вот обкладываешь дерьмом для того, чтобы казаться лучше. Вот у него есть Гелендваген, да он дерьмон. Плохой эта машина, вообще этих денег не стоит, и вот она вот эта. Да, не стоит. Да, машина плоха за свои деньги, безусловно. Но у него есть эти деньги, и он купил эту машину, потому что ему так хочется. А у тебя нет, а ты хочешь, и ты обсираешь, потому что тебе ее хочется. Если бы тебе эту машину предложили в дар, со всеми там расходами, потому что большинство людей даже на бензин на нее заработать не смогут. Короче, вот так вот, все расходы тебе оплачивают на эту машину, в дар тебе ее преподносят, но продать ты ее не можешь превратить в деньги. Ты бы принял за милую душу, ездил бы и радовался. Инвалидам не говорят, а что ты не лечишь свою болезнь, потому что понимают, что это личное дело человека. Обычно люди не лезут, потому что это уже стыдно. Но когда возникает человек, у которого, например, лишний вес... Так из-за лишний вес в принципе не лезут. То есть никто тебе на улице не подходит и не говорит, и мать ты жирный, иди просушиться. Я, наверное, должен пояснить такую ситуацию, что когда ты выставляешь что-то в соцсеть, допустим, фотографию себя, ты выставляешь себя действительно на оценку. И когда тебе там дают оценки, чего ты мать твою удивляешься? Вы не представляете, как одно слово может изменить восприятие человека самого себя. И я не понаслышке об этом всем говорю. У меня тоже в теле есть некоторые изменения, которые я должен принять. Мне просто нужно с этим жить. И не запариваться. И не пытаться идти под нож. Есть то, что ты не можешь изменить, и тогда действительно бессмысленно что-то тебе говорить по этому поводу. И есть другая ситуация. То, о чем он говорит, что типа толстых будишеймят. Этого, конечно, делать не надо и нельзя, потому что это YouTube, я просто должен это сказать. Но, по сути, иногда это может быть полезно для данного человека. Вот если ты ему не скажешь, что с ним что-то не так, то он и не будет об этом знать. Ничего не будет делать. Вы мне можете сказать, ты ему скажешь, а он обидится, еще больше начнет жрать. Да, может быть. Но это слабые люди, и как бы, как мы знаем, все эволюции, а слабые вымирают. И тогда это его выбор, его судьба. Но сильный человек, он подумает, да, действительно, со мной что-то не так. Так и пойдет вот делать, работать над собой для достижения того, что ему хочется. Или того, что навязывает ему общество, неважно. А если общество навязывает, значит тебе это нужно и тебе это хочется. Меня с этого так бомбит. Вот прям страшно. Мне обидно за девчонок. Мне обидно за девочек, которым навязывают вот эту красоту инстаграмовую, которая просто... Ой, мне тоже обидно, как они находят себе вот этих вот богатеньких. Потом они ездят на Мерседесах, на Рос-Ройсах, на Геликах, показывают вот эти вот свои кольца. Типа маникюр на фоне руля, да, вот это. Мне тоже так за них обидно. А им-то как обидно, представляешь? Боже мой. Они такие красивые. Все им завидуют и все пишут им гадости и зависти. Как им плохо живется. Не то, что тебе, да? Сомневаюсь, что у тебя есть там кольца и Мерседес. Да дело даже не в этих побрякушках. Дело в деньгах. Эти женщины получают деньги просто за свою красоту. Чем не отличная возможность зарабатывать, не прикладывая никаких усилий? Делая то, что тебе и так нравится, делая себя красивее. Ты ловишь вокруг вот эти вот взгляды. Мужчины на тебя вешаются. Кидают в тебя деньги пачками. Просто отличная ситуация. Ой, как мне их жалко. Вот это совершенство, к которому каждая девушка должна стремиться. Да не должна она. Не хочешь, не стремись. Просто плюшек не получишь. Вот и все. Это как, я не знаю, как во власти. Кто-то лезет в президентское кресло. Не хочешь не лезть президентом, тебя никто не заставляет становиться. Не получишь тогда плюшек, который имеет президент. Нормальная, красивая девчонка, как с телом у Билли Айлиш вот на этой фотографии. Когда она заходит в Инстаграм, то ей становится страшно. Она думает, что, блин, вот какие совершенные тела бывают. А у меня-то такое, елки-палки. Это еще больше поддерживает ее хейт к себе. Предложение твои вперед в студию. Давай тогда запретим показывать красивые тела в Инстаграме, чтобы все, кто некрасивым, чувствовали себя чуточку лучше. А все, кто красивым, не могли бы этим воспользоваться никак и нигде. Вот так вот их пронжу наденем, сверху донизу. И то, если красивого цвета глаза, тоже можно их закрыть вот так просто. Я не знаю. Что ты это несешь? И Билли Айлиш правильно говорит о том, что привыкайте к реальным телам. Привыкайте к девушкам, которые выглядят несовершенно. Это нормально быть несовершенным. Абсолютно нормально. Большинство из людей несовершенны. Я красивых лицами людей вижу намного больше, чем красивых телом. Потому что, чтобы тело было красивым, над ним надо работать. А лицо просто родится с ним. И в реальности на улице посмотришь, вот именно красивых телом людей, не знаю, процентов, наверное, может, два из всех. Ну так что теперь? Тем, кто над собой работает, тратит на это время, усилия, деньги и ради чего-то это делает. Теперь они не должны из этого выгоду выносить. Их работа должна быть проделана на смарку, да? Запрещаем им себя показывать для того, чтобы не комплексовали все остальные. Правильно я понимаю, да? Девчонки садятся на диету. Потому что у девушек комплекс перерастает в невроз. У них начинается анорексия, булемия, закидывание слабительным, искусственные вызывания рвоты. Это лень людей играет у них в головах. Это банальное лень и незнание, неграмотность. Просто потому что, когда ты сблюванешь, ну выкинешь ты эти калории, половину примерно, которую ты съел. Все ты все равно не выкинешь из желудка. А потом пойдешь и нажрешь еще, потому что твой желудок опустел, вдруг резко и вот сюрприз, тебе хочется снова жрать. А потом еще раз блюванешь и еще раз пойдешь жрать, все равно ничего не изменится. Ты просто будешь еду в унитаз выбрасывать, вот и все. Кто меня давно смотрит, да, знает. Единственный выход из ситуации, когда ты выглядишь не так, как бы тебе хотелось и ты хочешь похудеть, это диета. Все, у тебя больше вариантов никаких. В мире больше не существует ничего, чтобы могло тебе похудеть, кроме ограниченной твоей калорийности в сутки. Как человек, который уже не полный десяток лет занимается в тренажерном зале и добивался. Давайте вот, вы все просите. Без занятий. Два года. Пять лет. Вы хотели, получаю. И попробуйте сказать, что я не разбираюсь в том, как насушиться, как набирать. Не скажете. К чему приходят вот эти куклы, девушки, которые себе там делают суперпластику, которые просто себе в жопу там встраивают всякие штуки, чтобы она торчала. Вот это все губы, глаза. Это не стоит ваших денег. И показывает максимально дешево сделанные губы и ресницы. Это когда у человека либо крыша едет, либо косметолог неопытный попался и сделал ну просто говнище, колхоз. Это как знаете, как на геликов вес какой-то повесить. Китайский или там свой, собственного какого-то российского производства. Там у дяди Васи в гараже. Такое идеальное тело, оно просто не нужно. Оно нужно только тем, кто хочет себя грамотно продать. Вроде как звучит как будто типа нормальным людям это не надо, оно надо только тем, кто хочет воспользоваться. Так все хотят воспользоваться. Найди девушку, которая не хочет. Вот эти феминистки, которые кричат, что я все сама, я все хочу. Ничего она не хочет сама, у нее нет вариантов. Она или как-то не так выглядит, или не умеет общаться, или по какой-либо другой причине она просто не может получить деньги за свою внешность. И кричит всем остальным, а вот это вы, вот это вот шкуры продажные другим женщинам, говорит, получаете деньги. А я вот сама все, у меня мало, но я сама, у вас много, но вы вообще ничего не заработали. Всем, кто вот сейчас смотрит, девчонкам, например, зачем вам это? Вы можете так сделать, вы можете так пойти, но зачем? Да чтобы не работать, чтобы не ходить в офисе секретаршей, не сидеть. Чтобы просто получить бабки просто за то, какая ты есть. У них есть такая возможность. И не надо вот здесь вот обманываться, любая женщина, когда у нее будет возможность получать деньги просто так от мужчины за то, что она такая есть, она будет это делать. Как и будет это делать любой мужчина, как и все из нас получили бы халявные бабки, где бы это ни было и кто бы их не давал. Это не важно. Все на этом, спасибо, что смотрели, всего хорошего.